Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антонес, и на этом канале мы пьем очень много кофе Тартуфи, а еще мы очень много сплетничаем. Огромная благодарность нашему постоянному партнеру и спонсору Кофе Тартуфи. 100% арабика напрямую из Италии, восхитительные продукты из Италии с трюфлем, то, что вы никогда не найдете на полках ваших магазинов, вы найдете у ребят из Тартуфи, переходите по первой ссылочке в описании и закупайте действительно качественными итальянскими продуктами. Спасибо еще раз Тартуфи за вашу постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Только вчера в ночь прилетел из Барселоны, буквально пара дней здесь в Варшаве, и улетаю в Мюнхен. Сейчас сижу на чемоданах, у меня глобальный переезд, прошу прощения у всех, кто ждал влог у меня на моем основном канале, ссылочка на основной канал вот здесь. Честно, в Барселоне работали каждый божий день, чтобы вам было что посмотреть, когда вы пьете ваш утренний кофе или вечерний бокал вина. Поэтому, во-первых, подписывайтесь на этот канал, и будет обязательно влог в эту субботу на моем основном канале. Подписывайтесь, там тоже бывает интересно, если вам интересна моя достаточно неинтересная жизнь. В любом случае, еще раз прошу прощения у всех, что не успели смонтировать влог, но он будет самой настоящей бомбой. Сегодня с утра захожу в свой инстаграм и вижу совершенно душераздирающий пост от Галины Безрук. Это та самая девочка, которая снималась в сериале «Склифосовский», которая снималась в «Токсичной любви», которая снималась в «Ван И.П. Пирогова». Восхитительный человек, обожаю Галю. В любом случае, совершенно ужаснейший пост, который я никогда не ожидал, что такое происходит у человека. Самая настоящая драма. Кто не знает, сейчас Галина Безрук замужем за Артемом Алексеевым. Это тот самый звезда, пока станица спит. Это тот самый, который снимался также в «Екатерина взлет», он играл там Орлова. Вот пишет она в своем инстаграме, и господи, сразу после этого прилетает ко мне интересная пташка в директ моего инстаграма. И вы знаете, я сегодня был просто шокирован до глубины души. Пожалуйста, давайте прочитаем, давайте проанализируем. И в конце вы просто сядете на свои сплетнические попы, потому что это самый настоящий разрыв мозга. Это просто какое-то откровение, которое я читал, спрашивал у этой пташки, я не мог поверить, что такое вообще может быть. Пишет Галина. «Мне очень больно, уже несколько месяцев мне больно до иступления, настолько держала удар и, как могла, сохраняла жалкие остатки того, что осталось от моей семьи. И сегодня сил молчать больше нет. Шокирует меня, когда публичные люди начинают изливать такой трэш в своих инстаграмах, потому что это крик души. Это та последняя грань, которую, приступив, ты жгешь все мосты, потому что, как оказывается, выхода элементарно просто нет. Мой муж попал в беду. Он тяжело пьет. Я обязательно оставлю ссылку на инстаграм Галины Безрук. Пожалуйста, прочитайте именно крик души. По-другому здесь никак не скажешь. «Он во всем винил меня, забирал у меня ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, находился в постоянном состоянии острого психоза и алкогольного опьянения». Значит, забирают его после того, как он украл у нее ребенка и мотался по всей Москве. Это был известный случай, который мы не обсуждали, но тем не менее забрали его, посадили его на неделю в, я так понимаю, рехаб. И пишет Галина, чудо не случилось. Он вернулся в жизнь, хотя она так надеялась, что неделя этого самого рехаба вернет его к нормальной жизни. Он вернулся в жизнь, но не в состоянии. Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице. Все время пил. Удивительно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него, из-за его как раз пристрастием к алкоголю. Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали. Да, я сбежал от собственного любящего мужа и отца супермена. Нам с его мамой, с его мамой. То есть, когда свекровь становится на сторону невестки, вы понимаете, что сына и мужа они потеряли, и они боятся того, в кого Тема превратился. Вечером, когда я, заручившись, поддержка его близкого друга пришла домой забрать необходимое, мы нашли его на полу в бессознательном состоянии. Сейчас он под контролем врачей, сейчас он в рехабе, и мне хочется верить, что они ему помогут. Пока он там, мы с малышкой в безопасности, и даже после всего этого мне было его так жалко. Я думала, что он просто запутался, что он слаб, что он просто не смог пережить ту ответственность, которая легла на него в последние месяцы. Я так думала, ровно до того момента, как мне в руки не попал его телефон. И вот дальше она пишет то, что просто шокировало меня до глубины души. Из него я узнала, из этого телефона, что мой любящий муж последние несколько лет получает отнюдь недружескую поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации, и на всю страну произносила очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами, и что она бы никогда на это не пошла. И вся страна ей верила, сочувствовала и публично порола ее нерадивого супруга. Господи, какое тотальное всепоглощающее лицемерие, как это низко, и этому верят миллионы. Как? Как научиться дышать заново? Как справиться с этим отчаянием? Как может красивая история любви в один момент превратиться в пыль? И дальше она заканчивает. Нас больше нет. И вот пишет мне Ташка, которая прилетела в директ моего инстаграма. Я обещаю всегда и всем. Моя репутация здесь на кону. Если я солью хоть один источник, вы понимаете, мне больше никто никогда ничего не принесет. Я оставлю это все без скринов. Но, дорогие мои, когда у нас пташки врали, я вам скажу, никогда такого не было. Вот Ташка приносит мне доказательства, от которых у меня просто волосы дыбом встали. У нас вернулась наша сумочка с доказательствами. Сейчас вам скажу такое. Вы просто... Где они? Вот все доказательства. И вот принесла мне пташка эти самые доказательства. Я прочитал, я переспросил, я не поверил. Кто не знает, до того, как Агата Муценица вышла замуж за Павла Прилучного, она была вместе с Темой Алексеевым. Настолько были серьезные у них отношения, что абсолютно все были уверены, что это свадьба, что это серьезные отношения, что все ведет к тому, что это будет очень хорошая, серьезная пара, семейный союз. Но во время работы над закрытой школой Муценица знакомится с Павлом Прилучным, за которого впоследствии вышла замуж. И вот что мне прилетает в директ моего инстаграма. Повторюсь, не поверил. Оказывается, во время того момента, когда Агата Муценица была замужем, то есть до разрыва Муценица с Павлом Прилучным, она спала параллельно с Артемом Алексеевым. И после того, как она рассталась с Павлом Прилучным, вы помните все те сопли, вы помните все те слюни. Мы обсуждали это вот в этом видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Когда она обвинила его во всех грехах. Она обвиняла его в изменах, в насилии, в алкоголизме, во всех страшных грехах. И вся страна сочувствовала Агате Муценице. Вся страна брала ее сторону. Павел Прилучный тогда не сказал ни слова. Ни разу он не прокомментировал свой разрыв с Агатой Муценице. И вот как мне приносит пташка из ближайшего окружения Агаты Муценице и Артема Алексеева. Во время замужества с Павлом Прилучным Муценица спала с Алексеевым. После того, как она ушла, он выгнал. Они расстались. Я не знаю, как вы можете описать ту самую ситуацию. Но когда Муценица рассталась с Прилучным, она продолжала спать с Алексеевым. Когда тот был счастливо женат с Галиной Безрук. Я, к сожалению, не могу выставить ни один скрин. Я, к сожалению, не могу выставить ни одно доказательство. Когда мне спрашивают. Антон, вот как такое может быть? Что пташки приходят и сливают для тебя такую вот информацию из ближайшего круга. Но это же получается какие-то друзья. Вы знаете, ребят, есть такой вот феномен. Людская натура. Human nature. Если вы хотите так это назвать. Что когда люди из ближайшего окружения, собутыльники, лучшие друзья. Сливают информацию очень личную. Таким светским хроникером. Главным сплетником. Как мы. Не потому, что они злы на своих друзей. Не потому, что они их ненавидят. Не потому, что они хотят их подставить. А потому, что им хочется посмотреть, как сталкиваются люди лбами. И к чему это все приводит. Так вот, мне повторюсь. Принесли вот эту вот информацию. Я прочитал. Я позвонил. Я не поверил. Я говорил сегодня все утро с этой пташкой. Муценница, когда она рыдала и говорила про предательство приучного. Спала в то самое время, будучи замужней женой. Помните то самое интервью у Агаты Муценницы, которое она дала? Джугелия она дала, короче, это самое интервью. И она рассказывала о своей семейной жизни. Как все хорошо. Вот моя комната моего ребенка. Вот мой ребенок. Вот наш огромный, роскошный дом. Параллельно с этим, со своей семейной жизнью, она спала с Алексеевым. И вот мне интересно. Потому, что Павел Прилучный ни разу тогда не прокомментировал свой развод с Агатой Муценница. Как настоящий мужик. Вот так должны разводиться мужики. И вот мне интересно, а Паша Прилучный знал ли, что Агата Муценница ходит за его спиной и изменяет с Алексеевым? Это очень хороший, легитимный вопрос. Потому, что просто так никогда ничего не случается. Просто так не поднимают руку. Я не буду здесь сейчас декриминализировать вот это вот семейное насилие, которое и так декриминализировано в России. Но вот хороший вопрос. Не это ли послужило причиной, что Паша Прилучный не просто выпер ее из своего дома, а вот так вот обрубил. Просто обрубил. И тогда Муценница рыдала на камеру, требовала симпатии от страны. И эту самую симпатию она получала. У нее есть замечательное шоу на Ютубе, которое называется «Хороший развод». И что это про развод? Вот она носится своим разводом, будучи той самой крысой, у которой рыло в пуху. Изменяя своему мужу, изменяя замужним человеком. А этот самый Алексеев, который бил Галю, у которого упивался до состояния невменяемости. Когда он валялся на полу. Как она пишет в своем инстаграме, он валялся на полу. И вот мне прилетает Пашка и говорит, Антон, ты читал пост Гали Безрук? Я говорю, читал. А вот тебе дополнительная информация. Что стоит и о какой актрисе пишет Галя Безрук в своем инстаграме. Вот такая вот вам интересная информация. Вот такая вот вам личина Агата Муценница. Я повторюсь, не бывает такой ситуации, что вот Агата сказала, пойдем переспим. А Тема Алексеев сказал, пойдем, потому что она настолько ведомая. Я всегда верю, что двое танцуют это танго. Должно быть желание двоих этим заниматься. Но тогда не нужно рыдать на камеру и требовать симпатии, когда ты сама ходила за спиной у своего мужа. Спала с женатым человеком и рыдала на камеру, какой Паша прилучный, отвратительный и ужасный человек. Вот такая вот вам интересная информация. Я жду от вас, пташек, любую информацию. Повторюсь, вот мой инстаграм. Пишите мне, вы всегда останетесь анонимными. А мы будем неимоверно благодарны вам, потому что я считаю, таких крыс нужно публично порицать. Ты не можешь спекулировать общественным мнением Агата. Я не буду здесь ругать изменщиков. Я считаю, что измена, она имеет право на существование. Я считаю, что измена очень часто, к сожалению, неотъемлемая часть семейной жизни. Но тогда, пожалуйста, не нужно здесь строить из себя жертву. Не нужно. А в случае с Темой Алексеевым, ну, мужик, ну какой же ты после этого мужик? Поднимаешь руки на свою собственную жену, упиваешься в хламину до невменяевого состояния. И повторюсь, сжег документы на дочь, понимаете? Вот там у него вот эти вот документы, чтобы Галя не смогла забрать дочь из семьи. Ну какие вот такие мужики? И как в такой стране, как Россия, где это просто повально? Мужское насилие над женщинами. Вы декриминализируете эту всю ситуацию. Вот такая вот вам информация. Будем продолжать ждать честной информации. Это все ужасно, дорогие мои. Когда люди страдают, и когда они будут последний шанс докричаться, чтобы тебя услышали. В инстаграме я говорю, вот это все. А потом прилетают в Ташке и говорят, а там, оказывается, была Агата. Не могу постоянно, вот знаете, вот проанализировать нормально вот эту ситуацию, что будучи за Прилучным, которого она до сих пор отпустить не может, которого она так сильно любила. Ведь правда, Агата? Ты же так сильно любишь Пашу Прилучного, что год спустя ты говоришь, я не могу его отпустить. А что же ты с другим мужиком-то спала? Где твоя любовь? Или все это вранье? Или все это, знаешь, вот эта твоя фишечка стала, да? Что ты вот жертва в отношениях с ужасным монстром Пашей Прилучным. И по какой причине на самом деле, дорогая моя Агата, ушел от тебя Паша? Не потому ли ты, параллельно живя с любовью своей жизни, спала с бывшей любовью своей жизни Темой Алексеевым? Ужасно, огромная симпатия у меня и благодарность Галине Безрук за то, что девочка, не стесняясь, как оно есть, открыла свою душу на огромную-огромную аудиторию. Когда Инстаграм это последний рычаг, чтобы тебя услышали, это, конечно, печально. Мне очень жаль девочку. И в случае с Агатой все становится на свои места, играя совершенно другими красками. Давай, Агата, выпусти следующий свой выпуск этого хорошего развода и поплачь теперь о Паше Прилучном, когда мы знаем, какая ты крыса и как ты сама гуляла у него за спиной со своим бывшим. Расскажи теперь, как ты с трудом преодолела этот самый развод до развода с Прилучной и после спала с женатым. Красотка! Интересно послушать ваше мнение. Что вы думаете про Агату Муценница? И не подлость, и не просто не сволочность ли это? Когда девчонка, женщина, крыса ведет себя так, как ведет себя Агата. Ты же говоришь, я бы никогда не смогла спать с женатым человеком. Она говорила все правильные вещи, лишь бы вызвать симпатию женского населения. Вот такие вот вам откровения. Не от Агаты, не от Галины, нет. Вот вам такая вот ужасный, даже не треугольник, как это назвать, да? Четверо были замешаны. И вот мне интересно, а знал ли Паша? И что ему есть сказать на это дело? Я уверен, Паша никогда ничего не прокомментирует. Галечку мне очень жаль. А, Тёма Алексеев? Ну, мужик. Какой же ты мужик после этого? А Агата Муцениц, ну здесь вообще клейма негде ставить, на этом лицемерном создании. Интересно послушать ваше мнение. Интересно послушать, кто что может, знает какие-то детали этой всей драмы. Пишите в директ моего инстаграма. Пишите у меня в моем телеграме. Я считаю, что здесь мы не столько даже, вот давайте перетрем желтенько так все, да? Здесь давайте докопаемся до истины. И не будем продолжать верить лжецам и лицемерам, кем является Агата Муценица. Давай, Агата, расскажи нам больше. И дальше, как ты переживаешь, не можешь оторвать от сердечка Паши Прилучного. Или что, когда ты закрывала глаза сам с Тёмой Алексеевым, ты представляла Пашу Прилучного, да? А когда ты шла к Паше Прилучному домой, после того, как ты провела ночь с Тёмой Алексеевым, ты что, как ты ему в глаза смотрела? Это называется подлость. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. У нас самая горячая, самая, возможно, даже жесткая, но самая правдивая, каждодневная хроника светской жизни. Подписывайтесь, становитесь сплетниками. Сплетник на этом канале звучит гордо, потому что мы здесь, ребята, не просто перетереть косточки. Здесь мы за справедливость. Здесь мы за честность. И здесь мы не терпим лжецов, потому что каждого лжеца мы выведем всегда на чистую воду. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать, что вам будет сказать на эту тему. Прилетает мне в другая интересная пташка. Ребята, сегодня эксклюзив на эксклюзиве. Понимаете, я сейчас в процессе переезда. Я не могу взять ни дня. Ну, вчера была пауза, потому что, ну, вымытый, выжатый, как лимон. Но совершенно не в состоянии я взять сейчас паузу, потому что сплетни, они не просто сплетни. Это такие инсайды, от которых мозг взрывается. Пишет мне интересная пташка в директ моего инстаграма. Дорогой мой Антон, благодарю тебя, пташка, за продастальную информацию. Все вы знаете шоу Алена Блин на канале Супер. Наш любимый персонаж на этом канале, да? И вот вам, пожалуйста, прилетает Ташка и говорит, стоимость за участие в проекте Алена Блин составляет 2 миллиона рублей. Предлагают вот эти вот самые редактора. Предлагают же публичным личностям, как работает шоу Алена Блин на канале Супер. Значит, они берут известного человека или человека, который сейчас максимально на хайпе. Они берут у него бесплатное интервью, потому что это действительно тема интервью на злобу дня. И это невозможно пройти мимо этого совершенно. На следующий выпуск они берут совершенно посредственного человека, который платит 2 миллиона рублей за это самое интервью. Стоимость обговаривается, значит, с редакцией. Если у них есть какой-то интересный материал, они делают, как они обещают. Они же обещают. Это рекламное предложение, это рекламный проспект. Пожалуйста, приходите к нам, и за 2 миллиона мы сделаем не просто все в лучшем виде. Это индивидуальный подход каждому абсолютно гостю. Покажут этого гостя. Так обещают редактора с лучшей стороны этого гостя. То есть предоставят публике так, как нужно этому самому гостю. Максимально проработанный материал идет с редакцией сценаристами. Все обговаривается по желанию. Вы платите Алене Блин, редакции канала Супер, 2 миллиона рублей. Не каждый гость, повторюсь, есть гости на хайпе, которым нужно дать интервью. А вот перемежает их раз на раз, раз на раз. Вот так работает эта самая машина. Шоу Алена Блин, оно давным-давно зарекомендовало себя, как насквозь прожженный продажный канал, который выдает только то, что хочется сказать гостям. Именно по этой причине вот эта вся тема стоит 2 миллиона рублей. Вам пишут правильный сценарий. Алена Блин задает все правильные вопросы, чтобы вам было все правильно ответить. Чтобы на выхлопе получилось интервью, которое по факту никому не интересно, потому что это вранье. Но очевидно, кому хочется что-то сказать, кому нужно что-то сказать, а не знаю, как те же шпаки, да, стоит это все 2 миллиона рублей. И вот мне интересно, эти самые шпаки платили по 2 миллиона каждый, потому что они на самом деле никому не интересны. Это сбитые летчики. И огромное количество сбитых летчиков приходит к Алене Блин. И у меня всегда вопрос, зачем это нужно? Какие-то тиктокеры, какие-то непонятные люди, которые давным-давно потеряли свою популярность, зачем их приглашает редакция канала Супер? Их никто не приглашает. Нет, 2 миллиона рублей, вам пишут сценарий, все правильные вопросы, не просто правильные вопросы, вам продумывают правильные ответы, чтобы на выхлопе вы получились в глазах общественности, вот с той позиции, с которой вы хотите себя преподнести. 2 миллиона рублей. Вот как работает продажное интервью у Алены Блин. Восхитительная информация. Кстати, про интервью говорят, значит, Собчак заплатила Максим. Какие-то не то 5, не то 6 миллионов рублей. Здесь я не буду утверждать. Ходят слухи, да, ходят эти самые сплетни. Мы здесь в сплетнике имеем право это озвучить. Я не знаю точно, какую сумму заплатила Собчак за интервью с Максим. Но что самое интересное про Максим, когда мы говорили буквально в одном из наших последних видео про то, кто оплачивает хотелки Максим. Майбахи, какие-то квартиры серьезные. Вот чем владеет Максим, дорогие мои, в Москве. Максим, которая, по идее, не то что давным-давно потеряла свою популярность, но человек, который давно не на хайпе, который не может делать те самые миллионы рублей, чтобы оплачивать себе ту самую роскошную жизнь, которую ведет Максим. Вот какие, пожалуйста, вам интересная информация. Активы, Максим. Фраза, которую она обронила в интервью у Собчак. Дело в том, что я не раскаялась и продолжаю так поступать. Это, она говорит, про грех, который она совершает. Женатый человек в жизни Максим. Тогда очень у многих возникли вот эти вот вопросы. И вот, пожалуйста, вам. Максимова, Максим, чей пик популярности давным-давно прошел, богаче многих известных коллег. Вот здесь, понимаете, здесь элементарная логика. Откуда у тебя деньги, если твой успех давным-давно прошел? Да, тебя знают. Да, ты легенда, я не знаю, там, в футбольных кругах. Это все верно. Но нет тех доходов, о которых все говорят. С двумя дочками Марина живет в элитной московской высотке у метро «Сокол». В ней у звезды две квартиры, дорогие мои. 500 квадратных метров, без шуток. С огромной террасой за 200 миллионов рублей. И 67 метров в этом же ЖК за 50 миллионов рублей. Первой вот этой вот огромной квартире, где 500 квадратов, да. Давал интервью, это самое Максим. Роскошная квартира. Но, пожалуйста, 200 миллионов рублей стоит это самое жилье «Максим». Также ездит она на «Майбахе» с модными номерами 777. Это «Майбах». Максим, кто не знает, стоимость автомобиля составляет 10 миллионов рублей. Также у нее есть «Инфинити» за 6 миллионов рублей. Помимо этого, до болезни Максим открыла школу искусств. Причем в собственном здании. Вы слышите, да? Помещение находится в пределах МКАД, а площадь составляет более 200 квадратов. Точная стоимость покупки неизвестна, но оценивается приблизительно в такие же 200 миллионов рублей. Также под статьи расходов Максим попадает реквизит для занятий. Вот эта вот школа из-за искусств. И зарплата педагогам. Сама Максим настаивает, что никто ее не содержит. И все, чем она владеет, она купила сама на средства, полученные в рамках многочисленных гастрольных туров. Почти на миллиард у нее медвижки и тачек. Мы здесь не говорим про другие расходы. Максим, который ведет совершенно роскошнейший образ жизни, утверждая, что все это она получила, зарабатывая на гастролях. Какие гастроли, когда у тебя недвижки почти на миллиард. 200, 200, ну ладно не на миллиард, ну на полмиллиарда. И совершает она грех, о котором она знает и который она продолжает совершать. Как утверждает сама Максим. Интересно, дорогие мои пташки, кто что знает про жизнь Максим, кто оплачивает такую роскошную жизнь. Говорят же, женатый мужик. Все это все оплачивает. И как мы говорили в одном из моих последних видео, аппарат ЭКМО, который сейчас в России днем с огнем не достать. Ну правда, потому что количество заболевших коронавирусом это гигантское. Аппарат стоит 1 миллион рублей в сутки аренды. Я не думаю, что ей оплачивали этот миллион в сутки. Опять же, когда помните, Водонаева сказала, что когда ее вывезли из частной клиники МЕДСИ в государственную клинику, потому что вроде как дорого. А я не думаю, Ален, что для Максима простой в МЕДСИ был слишком дорог. Я думаю, что там просто не было тех возможностей медицинских, да, потому что я уверен, что государственная медицина для избранных людей в России, она тоже на великолепном уровне. Я думаю, что вопрос стоял не в том, что она не может потянуть себе лечение в МЕДСИ, имея недвижки на полмиллиарда рублей, да. А потому что элементарно лучшее условие и лучшую медицину она бы получила в государственной клинике. Давайте поставим вопрос правильно. Кто оплачивает роскошную жизнь Максим? Мне очень интересно. Каждый день присылают вот такую вот интересную информацию, такими крупицами, и ты сидишь и думаешь, во-первых, конечно, даже у известных людей ничем они не лучше, не хуже нас. Те же драмы, те же измены, те же пристрастия, все то же самое. Единственное, что они живут под гнетом публичности, и они обязаны показывать красивую картинку, потому что это неотъемлемая часть этой игры, которая называется шоу-бизнес. Она должна показывать не то, как оно есть, а должна показывать то, как оно хочется, чтобы вот выглядело, да. Пока на какой-то момент, бедная Галя, да, крик души в инстаграме. И все шокированы, потому что почему? Не было же на горизонте вот этих вот драм. А по факту вон оно как. До сих пор не могу переварить вот эту вот измену. Лицемерие гад ему ценится. Ты же так любила Пашу. Боже мой, девки. Куда катится мир? Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и немножечко в абсурд вообще сегодняшнего дня. При Эмми только что отгремело, и значит обвинили премию Эмми в расизме из-за победы белых актеров. В номинацию попало огромное количество, на самом деле, темнокожих актеров, но все главные награды достались белокожим актерам. Недовольные таким раскладом обвинили премию в расизме. Среди 44% номинантов люди, относящиеся к этническим меньшинствам. Однако в 12 категориях для артистов первого и второго плана победили белокожие. В связи с этим в Твиттер появился хэштег Эмми Соу Уайт. Эмми очень белой. А по аналогии с компанией 2016 года Оскар Соу Уайт, когда обвиняли премию Оскар в том, что все победители белые. И также возмутило огромное количество в сети вот этих вот пользователей, что скончавшийся 6 сентября актер Майкл Кеннет Уильямс не получил ни одной награды посмертно. Отныне, видимо, не по способностям выдают награды. Нет, выдают как раз по способностям. Но все ожидают почему-то, что чернокожие актеры несправедливые, я не знаю, заминаются. Они что, лучше белых? В чем проблема? Когда выдается премия Эмми, ребят, ну оценивают же игру, правда? Если вам не дали награду, значит, наверное, ситуация не в том, что вы черный, а в том, что вы просто плохой актер. Недостаточно хороший актер. Живем во времена абсурда, дорогие мои сплетники и сплетницы. Не знаю, как вообще это все анализировать, потому что здравый смысл, он вышел из чата. И мы сейчас имеем вот эту вот ситуацию, когда пустой популизм и лицемерие заменяют здравый смысл. Живем в странное время, дорогие мои сплетники. Интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом населенном пункте, где вы живете, в каждом городе, есть свой приют, который страдает от безденежья. Пожалуйста, прогуглите, узнайте, чем вы можете помочь. И если вы в состоянии помочь, пожалуйста, помогите. Потому что именно любовь к братьям нашим меньшим, к бессловесным животным делает нас людьми, делает наше сердце мягче. И оно более открыто к всему позитивному. Пожалуйста, вот вам плюс в карму. Пускай у каждого сбудется ваша мечта, если вы переведете маленькую копеечку в ваш местный приют. Не отсылайте деньги инфо-цыганам, которые обещают за ваши деньги исполнить ваши желания. Пускай карма вам даст плюс вот эту вашу судьбу. Пускай у вас все получится, если вы будете помогать братьям нашим меньшим. А может быть, возьмите просто телефон, наберите и поблагодарите людей за то, что они делают. Потому что делают они великую работу. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все горячие новости на сегодня. Сегодня эксклюзив на эксклюзиве. Дорогие мои сплетники, если вам есть что сказать, подписывайтесь на мой инстаграм. Директ всегда открыт для любой информации. Читаю, сохраняю, удаляю. Вы всегда останетесь анонимными, а мы будем неимоверно благодарны за предоставленную информацию. Спасибо, дорогие мои спонсоры, за то, что вы поддерживаете наше комьюнити. Сложный проект, часто без монетизации. Поэтому ваша помощь, она неоценима. Спасибо абсолютно всем за любовь и подписки, и пальцы вверх. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok